так всем привет все кто начинает изучать староиндийскую защиту обязательно обязательно натыкаются на партию возможно сначала они видят эту партию потом решают что надо изучать староиндийскую защиту эта партия тайманов найдорф отлично прокомментированная давидом ивановичем бронштейнем бронштейном в книге международный турнир претендентов цурих 1953 год итак эта партия одна из интереснейших в турнире хотя там действительно было сыграно очень много интересных партий получила один из призов за красоту разыгран был классический вариант староиндийской защиты то есть вот он на доске после хода слон е2 и после е5 рокировка это главная линия в староиндийской защите здесь у черных тоже есть масса ответов c6 коня 6 конь бд 7 слон же 4 всякие там конь h5 и тому подобное но основным считается ход конь c6 то есть черные все-таки хотят при случае продавить пешку d4 главная линия в этой позиции d5 естественно белым едва ли по душе разменный вариант и даже тем более в такой редакции хотя после бы еда если он же 5 небольшое давление у них конечно сохраняется но есть серьезный стратегический недостаток это ослабленное поле d4 поэтому ход d5 выглядит наиболее логичным этот план дважды применялся таймановым в двадцатом первенстве ссср 1952 год и в обоих случаях тайманов показал образцово показательную игру такую страиндийской защите просто прямо как у максима ноткина в рецепте страиндийского рагу из черных пешек что такого типа названия до раскатайте линию c ну и так далее вот то есть именно так белые обходили по ферзиевому флангу и потом начинали атаковать черного короля называется вариант мардельплата то есть ты в 1953 году найдров проиграл белыми глигорищу в этом варианте потом еле спасся против трифуновича тайманов об этих партиях не знал хорошо что сейчас другое время мы о всех сыгранных партиях узнаем молниеносно можем смотреть в прямом эфире тогда такой возможности не было конь е1 один из наиболее серьезных планов в ответ на конь d2 рекомендуется играть конь е8 не загораживая дорогу слону в ответ на b4 ход который помог владимиру борисовичу крамнику выбить староиндийская староиндийскую защиту из рук гарри кимовича каспарова в ответ на b4 можно играть и опять и конь h5 и конь е8 и конь d7 то есть ходов у черных много в этой партии общем было конь е1 одна из идей белых заключается в том что если черные оставят слона работающим то по им нужно считаться после конь d3 f5 ходом и в 4 и белая начинают игру по центру они к ней вполне готовы конь на е8 не борется ни за поле е5 не за поле цепи при коне на d7 такая игра хуже то есть ну как хуже то есть надо играть и в 3 после f4 слон не выходит на е3 тайманов придумал линию с ходом слон е3 и кстати в дальнейшем очень много неплохих побед в этом варианте одержал виктор львович корчиной то есть он тоже слона переводил на f2 в нескольких партиях ну белом надо играть на ферзьевом фланге им надо проводить c5 поэтому ход конь d3 нужен хотя есть например ход же 4 правда в данном случае наверное черные возьмут fg а могут наверное и заняться игрой по линии h5 король f7 ладья х8 конь е7 при случае отправится на h4 а слона же 7 черные через d8 на b6 могут где-то перевести и в этом случае они уверенно выиграют борьбу за черные поля ну хотя и в же тоже выглядит очень симпатично скрываются какие-то линии потом может быть сразу же 4 в партии было конь d3 черные провели план ставший хрестоматин значит в обязательном порядке здесь рекомендуется играть ладья f7 белые хотят то есть если этот подход не сделать давайте я даже восклицательный знак поставлю ссылка на пжм файл с этой партии внизу в описании посмотрите если ладья f7 не сыграть то белая конем через b5 проникали на c7 и поставив его на е6 нейтрализовывали вот эту важную фигуру слон c8 слона c8 надо жертвовать где-то на h3 то есть это главная его задача слон c8 необходим для проведения g5 g4 то есть некоторых случаях после того как провели g4 он уже роль слона уже не такая высокая белые продолжают гнуть свою линию хотят заехать по линии c ладья c2 слон f8 то есть вот эта расстановка система примененная югославскими шахматистами и в первую очередь конечно глигорищем в мардельплате вариант так называется если мне не изменять память вариант мардельплат пешка d6 защищена поле c7 защищено ладья планируют совмещать защиту пункта c7 с атакой путем g5 g4 белые хотят значит все таки проломиться по линии c угрожают сыграть коль b5 слон на f2 расположен великолепно давит по диагонали g1 a7 прикрывает g3 и вот тут следует жертва пешки ставшая в дальнейшем хрестоматийный то есть такой классический прием черные отдают пешку ради вскрытия линий то есть если сыграть слон е3 то после коня 5 кони отправляется на f4 ферзь на h4 то есть там видно что мат не за горами поэтому пешку брать вроде бы надо и дальше следует классический перевод смотрите теперь слон на h2 он ну на f2 белое понятно почему не хотели им отступать надо держать пункты в 4 под контролем а после слона h2 теперь уже никто не контролирует вот эту вот линию более того есть еще одна ослабленная диагональ в лагере белых и на нее немедленно выходит староиндийский слон слон е7 угрожает слон g5 ну пока что небольшая ловушечка защитили ферзя белые ведут коня на а3 на слон же 5 заготовлено естественно ладья c8 поэтому слон d7 белым может быть стоило за этого чернопольного слона отдать качество но они этого не сделали и после ферзь g5 бронштейн например дал такой комментарий одна за другой как поезда по графику прибывают на поле боя черные фигуры сейчас тайманову следовало избавиться от слона е3 хотя бы ценой качества то есть сыграть конь c4 напасть на на пешку d6 ну и бороться за спасение потому что пешку d6 легко защитить других слабостей в позиции черных не видно качество есть качество слон наш два пассивен поле в 4 на поле в 4 лошадки пытаются прискакать но последовало слон f1 и здесь еще не поздно было конечно сыграть конь c4 хотя после слон бьется один ферзь бьется один ферзь h4 ферзи уже не размениваются тайманов увел ладью из под связки и полетела страшная атака естественно для начала черная должны обезопасить слона е3 можете сделать паузу поискать ход ну хотя он после того как я объяснил что нужно найти очевиден b5 удержали слона на важной диагонали и начинаем готовить атаку непосредственно то есть подводим фигуры максимально близко к вражескому королю конь b3 конь h4 на g2 висит приходится играть ладья c2 тем кто никогда не видел эту партию тоже рекомендую нажать на паузу и посчитать возможные варианты это очень интересно видно что все фигуры черных нацелены на белого короля пока что кроме слона на d7 и все решает очень такая красивая комбинация впрочем не одна здесь последовало слон h3 очень картинная позиция все фигуры черных участвуют в атаке на ферзи в фланге вообще ничего у них не осталось то есть максимальная концентрация сил вокруг белого короля не менее легко ну как не менее просто в общем тоже выигрывала ладья бьет f3 брать ладью нельзя из-за ферзи 1 и белая получают вот такой симпатичный мат а если белые не бьют ну пешек поровну где-то висит угрожает где такой же 3 шах и потом атака по линии аж словно более концептуальный ход именно все фигуры черных оказались на королевском фланге и защиты нет брать на h3 нельзя по той же самой причине ферзи один шаг слон же 1 ладья же 1 давайте покажу на взятие наш 3 так ну не слонов конечно не слонов у меня компьютер пытается как-то выставить слабым атакующим шахматистом и конь бьет и в 3 ма а после ферзи 2 белая защитили пункт g2 ну и опять предлагаю всем немножко подумать взять паузу как же здесь завершается атака то есть черные приобретают материальный перевес приобретают материал как-то неправильно я сформулировал в общем получают материальный перевес и атака продолжается конь бьет g2 ферзь бьет g2 ферзь h4 ферзь висит и он никуда не может уйти потому что только два поля для него есть f1 и e2 а на них он попадает под конь g3 шах ну и пришлось отдавать ферзя за ладью после чего мы видим что активность черных никак не снизилась и партия заканчивается угрожает слон бьет е1 ферзь бьет f3 пешку f3 надо защищать и партия заканчивается с разменом единственной активной фигуры белых белые сдались защита от угрозы слон бьет е1 нет то есть вот такой шедевр который просто обязаны знать все шахматисты и желающие играть староиндийскую защиту спасибо за внимание подписывайтесь на мой канал лайки дизлайки и так далее